Шёл 18-й день зимы. Ещё на полуострове не похолодало, но всё впереди. Скоро у нас будет, как мы все надеемся и ожидаем, мороз. И говорю я об этом неспроста, ведь эту пору очень тяжело переживать не домашним, а уличным животным, у которых нет хозяева. Это у которых нет хозяев. Прямо сейчас об этом мы поговорим с экспертом, с Людмилой Миловановой, председателем общества «Верный друг». Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Спасибо большое, что нашли время, посетили нас с наступающими праздниками вас. С наступающими. Ну и, конечно, хотелось бы поговорить по поводу бездомных животных. Как же они будут переживать это время, когда будет холодно, и что делать для того, чтобы им помочь. Дорогие друзья, я хочу вам заявить о том, что, конечно, бездомные животные у нас в городе есть, и в Крыму тоже. Но тенденция с каждым годом улучшается, потому что у нас сейчас есть программа по стерилизации животных. Это государственная программа. И вот сейчас перед передачей, я пройдя по улицам пешком, я шла к вам, старого города, я хочу вас заверить, что животных бездомных все-таки становится меньше. Но они есть. И поэтому, что надо делать? Конечно, не надо на них обижаться. И звонить, и говорить, вот, заберите. Да, есть животные, может быть, проявляют агрессию. Но я всегда говорю, ну, мы же люди, домашние животные обращаются к нам за помощью. Если вы увидели на улице агрессивное животное, действительно, позвоните в верный друг, телефоны есть везде в социальных сетях. А если просто собака подошла к вам и ничего не делает, но у вас почему-то неприязнь к животным, переборите эту неприязнь. Понимаете? Потому что... Ну, тут, наверное, стоит говорить о том, что проблема не в животном, а в самом человеке. Конечно. Так получилось, что в Крыму было раньше очень много бездомных животных. С ними ничего не делали. Ну, не буду о плохом. И иногда и плохие вещи делали. Но сейчас наше общество настроено на гуманизм. И вот эта программа «Отлов, стерилизация, возврат» она показывает, что животных путем стерилизации становится меньше. Там людям только потерпеть. Ну и, конечно, не выбрасывать домашних животных на улицу. Да, это вообще крайне неприятный случай. И, кстати, касается, ведь это не только зимы, не только холодного времени года, но и, в принципе, вообще мы в ответе за тех, кого приручили. Помните об этом. То есть стерилизованные животные – это те животные, которые с биркой на ухе. Да, с биркой на ухе. Желтая, зеленая. По Крыму есть и голубые бирки. А чем они отличаются? Потому что я на улице на самом деле вижу собак, у которых вот зеленые, желтые. Зеленая, желтая бирка – это в Симферополе. Есть желтые. Ну, это просто показывает. На этой бирке написано время, год, когда простерилизовано животное, и месяц, когда сделана прививка. Я просто думала, что желтые, например, для мальчиков, зеленые для девочек. Нет, не обязательно. То есть эти животные, они привиты. Они не будут нести потомство. То есть это очень гуманный метод. Поверьте мне, я занимаюсь бездомными животными 15 лет. Верному другу нашей организации 10 лет. Это единственный способ. Больше мир ничего не придумал. Мы идем по пути мирового развития. Поэтому только стерилизация. Ну и, конечно, надо больше строить приютов. Конечно, это плохо, когда собака на улице. Это очень плохо. Но в связи с тем, что у нас такое количество животных, мы не можем их всех забрать. В верном друге три передержки. У нас сидит 250 собак. Это собаки, которые у нас постоянно находятся. Мы их пристраиваем. Другие занимают их место. Сейчас у нас находится более 20 сбитых животных, которые попали под колеса автомобиля. И мы им оказываем помощь. Поэтому обращаюсь ко всем крымчанам. Если есть желание о социализации животных, мы всегда призываем волонтеров прийти и поучаствовать в нашей деятельности. Прийти и взять верного друга... И взять верного друга. ...себе на поруки. А что касается кошек? То есть про собак мы поговорили. Кошек это касается? Кошек касается. Кошек у нас, конечно, находится на постоянном... Понимаете, что такое кошка? Это очень свободолюбивое животное. Это очень чистоплотное животное. Кошка, здоровая кошка, она... Вы видите, сколько она раз умывается. Если ты ее погладил, она опять умывается. Поэтому, конечно, у нас южный регион, и кошки живут на улице. Это тоже очень печально. Есть дворы, где кошек просто боготворят. Их стерилизуют, если обращаются к нам, мы им помогаем. Их кормят, несколько блюд им предоставляют. Это люди, которые понимают проблему кошачьего мира. Но есть дворы, где постоянная борьба. Вот мы закроем подвалы, кошек не пустим. Я хочу еще раз обратиться к жителям Крыма. Пожалуйста, идет зима. Но не будьте злыми. Но давайте еще раз кошек пустим в наши подвалы. Пусть они там переспят, переночуют. На следующий год их опять станет меньше. Но и, может быть, у нас построится кошачий приют. Мы будем на это надеяться. Поэтому всех призываю к доброте, благоразумию. И чтобы наш день сегодня начался с добрых дел. Будем на это, конечно же, надеяться. И хочу обратиться к жителям полуострова. В связи с тем, что сейчас температура только падает, падает. Скоро будет вообще откровенный минус, если можно так выразиться. В первую очередь хочу обратиться к автолюбителям. Прежде чем с утра завести свое автосредство, транспортное средство, убедитесь, что под нищим никого нет. Потому что собаки зачастую, и коты, и другие животные пытаются там найти ночлег, согреться. Потому что мотор, может быть, еще был теплым, горячим и приманил их туда. Поэтому, чтобы не навредить, дабы спасти жизнь, простые меры безопасности вам помогут. Но я хочу нашим телезрителям, товарищам нашим, напомнить, что у нас сегодня в гостях была Людмила Милованова, председатель общества «Верный друг». Ну а наш эфир продолжится необычным интересным сюжетом, который подготовила Татьяна Балыкина.